Всем доброе утро! Утро нас встречает солнышком и таким ветром. Не таким пронезлым, скажем так, как вчера, но тем не менее. Мне снился максимально странный сон. Пока я его не забыла, я решила вам рассказать и поделиться. В общем, не знаю, к хорошему или к плохому, но мне уже снился Новый год, и он был совсем не похож на предыдущие максимально вообще. То есть всё было не настолько чётко, чтобы передать всю атмосферу, но я почувствовала, что была как-то по-другому. Я где-то гуляла до пяти утра, где-то была, потом, в общем, потерялась, я не знаю. Может, это просто так сон, но как-то жутковато. Мне вроде и хочется верить в то, что это всё к хорошему, да, и этот Новый год мы будем встречать уже в мирной стране, без войны. Всё будет по-другому, но, в общем, не знаю. Кто умеет трактовать сны, напишите мне, пожалуйста. Просто, да, вот такой мой сон, а мы гуляем. Снега, наверное, уже в этом году не будет, да? Но мы научились радоваться за этот год просто свету, просто в воде, вот простым вещам, о которых мы порой забываем. Субтитры сделал DimaTorzok Просили показывать тарелочки, поэтому сегодняшнюю показываю. Без исключения. Ленивая чма. Рецепт я оставлю в закреплённом комментарии. Если вдруг забуду, замотаюсь, напишите, я ещё раз вам продублирую его текстом. Именно в видео я его уже снимала миллион раз, поэтому в этот раз не сняла. Ленивая чма. Салат помидор, салат фета и заправлено всё вот это вот маслом. Боже, мне что прилипло на него, нужно обращать внимание. Вот этим облепиховым маслом. Это вообще must have и для здоровья, и по вкусу оно очень приятное, поэтому утром я его использую. Или в чистом виде ложку, напомню, или добавляю куда-то в рецепты. Вчерашняя гранола. Ну, тут некоторые печенюшки, некоторые гранолы. В общем, я не знаю, я буду заливать либо йогуртом, либо просто буду есть и запивать йогуртом. То есть, как вариант, можно так. Я ещё видела этот с яблочным пюро, я ещё видела подобное, типа, печенье гранола с банановым. То есть, можно абсолютно, мне кажется, разное экспериментировать в этом смысле. Будет очень классно. То есть, сегодня у меня всё хендмейт, всё, что я приготовила сама, ну, кроме йогурта, конечно. Йогурт в граммовку не считывается. Вот это всё вместе, приблизительно 300 грамм получилось. Я на весах всё показывала. И йогурт отдельно. Но молочку, я напомню, что молочка это... Там лактоза. Я, возможно, не сформулирую правильно, просто я знаю, что если ты борешься с лишним весом, на первых этапах молочку желательно ограничить. Но это то, что мне говорил врач, как бы. Тут уже вы решаете сами. Я не могу сказать, что я часто что-то пью, но сегодня вот прям захотелось. Прям приятного мне аппетита и вам тоже. Вот, маме я сделала точно такую же тарелочку, точно такую же гранолу и йогурт. То есть, мы питаемся одинаково. Потому что меня там уже спрашивали за кето-диету. Я вообще никогда не говорила, ну, за кето-диету. Вообще, я, по-моему, даже не обсуждала эту тему. Ну, может быть, когда-то отвечала кому-то в комментариях, ну, с чего взяли, что мама на какой-то там кето-диете. Нет, мама на таком же питании, как и я. Музыка. 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 А на обед у меня сегодня белковый коктейль. Потому что, получается, во время обеда, когда нужно будет обедать, мы будем не дома. Вот. И не будет возможности полноценно поесть. Поэтому сегодняшний приём пищи обедний я заменяю белком. А вечером тогда уже буду пить не белок, а, скорее всего, сделаю салат. Музыка. Музыка. Поработали, можно сказать, пообедали. Теперь идём по делам. А вам пока предлагаю посмотреть рецепт очень классного обеда, ужина, курино-картофельная запеканка или наоборот. В общем, классный рецепт. Как всегда, оставлю его в комментариях. Если забуду, напоминайте, я вам все пропорции и всё распишу. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 там живота ног и так далее и тому подобное то есть я сейчас хочу позаботиться немножко себе дать себе что-то вот я уже купила несколько скрабов кстати один час вам это говорю покажу нашла его в авроре вчера попробовала мне знаете зашел понравился он максимально бюджетный там 39 гривен стоит вот он хороший один пилинг заказала на розетке бесплатно когда придет тоже вам покажу я по чуть-чуть я решила так что это глобальная мне бы хотелось конечно я нашла там крутой набор там до 1000 гривен там и для волос очень крутая марка наша украинская вот но я пока держу себя в руках потому что я понимаю что мне придется вот осенью сейчас покупать одежду мне нужна куртка я хотела купить ее по скидке помните вот костюм вам показывала недавно черный такой а вот и у этот магазин часто устраивает скидки там была куртка за 300 за 400 гривен я не успела ее купить вот к сожалению а куртки без скидок 1000 и выше а мне еще кроссовки нужно купить на кроссовки я откладываю мне уже лимит есть будет 400 гривен а кроссовки стоят 1400 те которые я хочу они хорошие вот я надеюсь что когда я дособираю они это не закончатся это я на рынке у нас видела но такие неплохие вот и куртку то есть мне нужно купить вещи и сейчас к сожалению распыляться вот так вот сильно я не могу но стала себе немножечко больше позволять для себя любимой для уходика для там не знаю для какого-то удовольствия да я вчера сделала кстати обертывание пока не могу сказать эффект какой там супер классный я попробую еще и вам потом расскажу сделаю такой отзыв тоже живой отзыв про ферму top beauty а вот и после обертывания начала сделать скрабирование вот этим скрабиком с евы за 39 гривен потом сделала обертывание и попользовалась масло тоже очень крутое мне безумно она понравилась и поняла что хочу еще хочу больше мне нравится заботиться о себе о своем теле я не знаю почему я раньше об этом не задумывалась может это зависит тоже до от прививания прививания каких-то привычек у меня в окружении есть люди которые вот прям конкретно заботятся о себе и прямо-то делаю там 16 лет 16 лет грубо говоря да там ну может кому-то мама объясняла кому-то подруга кому-то еще то есть я как-то ну ограничивалась раньше малым а сейчас понимаю что нужно немножко себе больше давать заботы и тогда настроение хорошее и плюс в этом есть поэтому я в любом случае буду ждать ваших рекомендаций относительно волос тоже кстати можете написать мне скоро нужно думаю будет менять шампунь когда вот надеюсь вылечу болячку перхоть ну вот мне нужно будет менять шампунь и я хочу что-то новое поэтому как бы welcome to recommendation это видео эти комментарии вот прям специально для тех кто любит давать совет и рекомендации тут я и слова не скажу потому что ну как бы что тут можно парировать так показываю скрабик вот такой вот не за мне кажется это осталось коллекция сейчас вам присвечу светом чтоб качество лучше было чем она на чё на меня и ну ладно а мне кажется вот это вот коллекция это осталось с 14 февраля для тэба моя крыхетка и крас фраза которая точно точно подходит под под то что в общем надо а масло вот такое вот оно оно обалденно но так классно пахнет сейчас вам покажу состав если будет видно да тут аллеем их долю виноградных косточек уже вот столько уже не мало но очень много в расходе берет но я на сайте посмотрела вот то бьюти оно стоит 150 гривен не знаю много это или мало но я думаю вы напишите напишите какими маселками вы пользуетесь какие скрабики тоже используете тоже напишите пожалуйста вот тут сейчас реально очень сильно нужны ваши рекомендации я хочу научиться вот я хочу большего хочется просто жить и получать от жизни удовольствие насколько это конечно же возможно полтали посудачили ну а теперь work time полдня я была занята а теперь буду полдня отрабатывать я на я честно не жалуюсь потому что я понимаю что я очень сильно люблю свою работу и я получаю от нее удовольствие поэтому для меня поработать плюс сверхурочно или там поработать ночью не есть проблемы все таки фриланс это хорошая тема особенно особенно в нынешнее время спасибо всем большое за просмотр этого видео обязательно ставьте свои реакции жду ваши советики всем желаю мирного неба над головой и спокойной ночи пока